Микс Ньюс Life is good Люблю Life is good Приятно слышать и всегда уместно сказать Теперь каждую среду в 10.00 Мы говорим вам Люблю В нашей новой передаче Люблю лайф На радио Болтком Доброе утро, дорогие радиослушатели С новым Прекрасным августовским днем С выходом журнала Люблю Вас поздравляем У нас вот сейчас в студии лежат два чудесных номера С красавицей на обложке С цветами С нарядами Со всякими новыми историями Про любовь, про звезд, про платье Все как мы любим А в гостях у меня сегодня Виктория Бравун Здравствуйте, Виктория Здравствуйте всем Ну, как можно представить Умница, красавица, владелица Владелица итальянского ресторана У нас сегодня в гостях Насчет того, что умница, красавица Я вообще тут вот ни разу не покривила душой Те, кто нас видят Любуйтесь, пожалуйста Те, кто нас только слушают Немедленно переключайтесь И смотрите нас в эфире онлайн Дорогая Виктория, расскажите мне, пожалуйста Как так получилось, что Вы занимаетесь таким серьезным бизнесом Будучи такой милой, симпатичной девушкой Которая может просто украшать собой мир И все И на этом достаточно Ну, чтобы украшать тоже надо постараться Знаете, многому поучиться Вот, такие Надо иметь некие навыки, наверное, в этом плане А что касается ресторана Вы знаете, родители у меня Очень давно занимались ресторанным бизнесом И я вот такая вот мелочь пузатая бегала И всегда говорила Нет, я этим заниматься никогда не буду Потому что я знала, что это такое Я все видела, как мама работала усердно над этим Вот, и, ну, конечно, я уже повзрослела Поступила в университет Сначала на гостиничный бизнес Потом это все вот как-то пошло-поехало И пошла, закончила, значит, стала маркетологом И тут, знаете, жизнь как-то так подыграла Сходила на концерт знаменитого певца Альбана Коризи Он, кстати, у вас тоже как-то был в гостях Да, конечно, ну, кто же не знает Правда, давненько, но очень надеюсь, что в следующем году повторим Ой, да, давайте Пусть все вирусы улетят Пусть мы с Италией опять будем дружить Значит, Альбана таким образом появился Да, он во всем виноват Ага, так ему и передадим при следующей нашей встрече Пришлось мне вернуться, да В воспоминания о ресторане А вообще А вы как-то вот прям после концерта Как такая смелая поклонница Прям пошли знакомиться? Тут опять счастливый случай в том, что мой муж был тот человек, который организовывал в свое время концерты с итальянцами Вот И Альбанам было очень интересно познакомиться с человеком, который все это организовал Ну и, соответственно, мы... Да, конечно, я присутствовала, мы познакомились и стали друг к другу ездить в гости И первый раз, когда мы приехали к Альбану в Апулию в гости Вы знаете, я так вдохновилась И он настолько с таким восторгом рассказывал о своем имуществе И все показывал, каждый уголок Он же сам архитектор вообще тоже, да Вот это вот поместье Я говорю вот это вот Я его в глаза не видела Но фоторепортаж в журнале люблю Был большой и красивый Он сам проектировал это поместье свое? Вы знаете, да, в свободное время оказывается, что он рисует, проектирует, да У него свои идеи, он все сам контролирует по мере возможностей И да, я очень этим вдохновилась Я вообще люблю с такими людьми общаться, которые многому могут научить, рассказать много интересного И мы с мужем так подумали и решили вот эту частичку его имущества, частичку Италии перенести в Старую Ригу И мы максимально старались приблизить вот именно той атмосфере, какая у него, у Альбана В поместье в Апулию В поместье, да Ну, я думаю, что у нас получилось Вы у нас в гостях Да, скрывать не будем, мы у вас в гостях бывали, конечно, неоднократно Поэтому могу сказать, что да, получилось И прекрасные старинные стены, кирпичная кладка, чудесный дворик Все это есть в Старую Ригу Очень много сил вложено Сколько лет вашему ресторану? Ну, уже 10 лет Ну да Прилично Сейчас задам неприличный вопрос Как вы пережили сложную ситуацию, связанную с вирусом, с ковидом? Да, ресторанный бизнес серьезно лихорадил Очень много ограничений вам государство выставило для работы У государства ничего не просили Потому что была некая задолженность по налогам Это вполне нормально Потому что у ресторанов, вы знаете, такой сезональный характер Если я правильно выражаюсь Ну, сезонный, да Сезонный характер работы Да, и за январь, за февраль, конечно, накопился долг по налогам И, соответственно, мы не могли претендовать на то, чтобы нам Нам бы могло предложить государство Мы закрылись на это время, пока у нас был карантин Ну, вы знаете, всякие мысли были разные И вот мы с вами за кадром уже говорили о том, что были разные разговоры, переговоры И все-таки я не один человек, который решает этот вопрос Конечно, я думаю, очень многие владельцы ресторанных Также и коллектив участвовал во всем В некоторых решениях вопросов Ну, мы пришли к такому выводу, что мы немножко поменяли Точнее, не поменяли, а добавили Возможность приобретать продукты Экологически чистые Из того же Бари, из Апульского региона И заказывать надо Мы сделали интернет-магазин Который мы сейчас будем постепенно развивать Какие вы молодцы Вот прям в короткие сроки Все это придумали, организовали и даже запустили Не скучали вы на карантине, Виктория, я смотрю Было время подумать И спасибо, может, даже этому времени Мы узнали и сейчас продвигаем новые идеи Мы вновь вдохновились Я очень надеюсь, что у нас получится Потому что отзывы пока очень хорошие Вот, и Альбана, вы же знаете, спел песню тоже Во время ковида записал песню про Латвию Очень патриотичную Обязательно послушайте, кто еще не слышал И там очень красивый клип Я ссылку на фейсбуке видела И я заходила, смотрела Действительно так трогательно получилось И вот видите, первые 14 апреля Опубликовали в Ютубе эту песню И это для нас очень большой плюс Как для Латвии Что все-таки такой певец И очень важно, кто поет эту песню Потому что этой песне уже больше четырех лет Как я поняла Но она как-то Ну не получалось ее так может спеть Вот как может спеть Альбана И тем более для Альбана Латвия Это не просто страна, где он выступал А здесь действительно живут многие его друзья Также крестная дочка И для него это очень знаменательно И он через эту песню Благодарит латышей И Латвию За дружбу За дружбу Так он и говорил, что Амика, терра амика То есть Земля дружбы Красиво В итальянский всегда звучит как песня Романтично Да, да, да А вы связывались с ним? Как вообще он пережил эти времена? Что у них в регионе происходило? Италия там Да Все сочувствовали им? Мы делали онлайн интервью с ним вместе Целый час мы общались с ним Он рассказывал, что он делает Оказывается, что у него За все время было приобретено Несколько кусков земли Около его имущества И он наконец-то за все эти Десять лет Наконец-то он до них дошел Посмотрел вообще, что он приобрел Это прекрасный повод Да То есть у него даже времени не было на это Но да Ну и так же он сел на диету Поделился рецептами И один из рецептов есть у нас в меню И он, кстати, у вас в журнале Люблю тоже Он так и называется Паста от Альбана Да Дорогие слушатели Кто еще и читатели На 39-й странице Потрясающий рецепт И я так понимаю, что эту пасту Можно Виктория, у вас еще и Заказать или приобрести Да? Которая вот в этом блюде Участвует Можно, да Все Да Значит, здесь есть все Контактные Телефоны И электронная почта Вы смело звоните Не стесняйтесь Обо всем можно договориться Сейчас такое время, знаете Время общения Наверное, да Как-то Взаимопомощи Да Люди стали Увидели друг друга Наконец-таки Хоть и самоизолировались Но, тем не менее Сплотились Можно сказать Да И очень важно Что Альбана сбросила 5 килограмм Ого Я не знаю Благодаря ли этой пасте Да Но в целом Удивительно Да В целом Многие переживают Что на самоизоляцию Люди На 5-10 прибавили Потом не могли В летние шурты поместиться Вся одежда Внезапно села Это, как, знаете Был такой юмор Что Лето не будет Разрешаю Да, да Можно кушать Да, да Но погода плохая На пляж не пойдем Да, да Но вместе с тем Ну, да Тогда будем надеяться Что с этими продуктами И на этих рецептах Мы тоже можем Как-то все-таки Встречать Следующий сезон В более худом состоянии А вообще Вы знаете Чтобы сохранить бизнес Очень важно Любить То, что Ты делаешь Вот Потому что Все-таки Мне кажется Как-то Проще найти Вдохновение Новые идеи Если ты действительно Горишь желанием Ты любишь Свою работу Так как Люблю ее я И Я сейчас Вообще Так соскучилась По своей работе С утра до вечера Там Проводите Я обычно Да Я обычно Еще другими вопросами Занимаюсь Связанные с конкурсами Да и вообще Семья И все такое А вот Кстати о конкурсах Виктория Я давно хотела Вас спросить У меня есть Прекрасный повод Буквально Прям В эфире Выясните Я думаю Что Людям Которые Прочитали статью Тоже интересно Ваше звание Называется Мисс Плюс Сайз Юниверсал 2019 Да То есть Международный конкурс Красоты Виктория Я не понимаю Откуда Могут взяться Названия Плюс Сайз Вы же Стройная Красивая Женщина В моем понимании Плюс Сайз Ну Это девушки 120 плюс А как Ну Видите Есть Некие стереотипы В мире По поводу Моделей То есть 90-60-90 Я думаю Что это Некий Такой Новый Виток Вот И Видимо Его надо было Как-то Обозначить Да То есть Это размер Больше 42 Европейского Размера Ну И Соответственно Добавили Два слова Плюс Сайз Ах вот Они Как Почему Назвали То есть Это Женщины Девушки Начиная Вот С 42 42 Размера Одежда То есть Это Не стандартные Формы Как вот Некоторые Говорят Мне кажется Это Мало Ну Ладно Хотя Многие Говорят Что Не стандарт Это Как раз Такий Стандарт Да Хочется Дорогие организаторы Вы бы посмотрели На женщин Которые ходят По улицам Да Ну вот Сколько я участвовала Я вообще Во многих Конкурсах Участвовала Четыре Конкурса У меня уже За спиной Я уже Такой Ветеран Конкурсов Красоты Вот И Путешествовала Во многих Странах Представляла Нашу Латвию И была Послом Европы На одном Из конкурсов На Филиппинах Вот И Вы знаете Очень Странно Как относятся Организаторы К этому Конкурсу Особенно Те Которые Организуют В первый раз Им кажется Что Плюс сайз Женщины Едят Краев Не видят Вот Это Большая Ошибка Кстати Как раз Таки Плюс сайз Женщины Едят Меньше Чем У кого Там Может Минус Сайз Да Я так понимаю Что плюс сайз Женщины Из всего Обилия Продуктов Красивых У нас тут На развороте Выбирают Листочек Рукколы Листочек Вот Вот Еще Какого-нибудь Савата Айсберг И достаточно Да Обед И вот По поводу Такого Знаете Словосочетания Бодипозитив Это сейчас Так очень Модно Говорить Да Но вы знаете Мне кажется Как-то уже Общество Немножко Уже Впадает В крайности Да Вот В связи с этим Маятник Чересчур В ту сторону Да И даже Вот Посетив Последний Конкурс Который Я выиграла В 19-м году На Карибских Островах Латвия Мы победили Нашу Латвию Узнали На островах И Вот Плюс Женщины То есть В моем Понятии У меня Просто Вот Это уже Природой Заложены Такие формы У меня Родители Крупные Высокие Вот Я такая Какая есть Я эти формы Поддерживаю Я их не расширяю А поддерживаю Вот Я тоже спортом занимаюсь Кстати Аквабайк Мне кажется Это для любой женщины Прекрасная вещь Вот И для тонуса кожи И для настроения И вообще Массаж всего тела Так что А есть У конкурса Некие Обязательные Параметры Которые Надо пройти Скажем Ниже Роста Быть К чему я Это все Рассказываю К тому Что Когда я была На Карибах То есть Мы шли На фитнес У нас есть Некая программа В каждых Конкурсах Да Что мы делаем Там В течение дня Встречи Там Встреча с мэром Фотосессии Примерки Еще там Что-то И вот у нас Когда был Фитнес То есть Я и пару Девчонок Мы шли На фитнес Да А карибские Женщины Шли кушать Ну там Такие женщины Женщины Более вдушительные Такие Чем Ну вот И они вроде Как бы сначала Такие дружелюбные Негритяночки Такие все Ну они красивые По-своему Мне кажется Любая женщина Красива по-своему Нельзя там Говорить Красивая Или некрасивая Да У каждой Есть своя Изюминка И Женщины Всегда надо Об этом помнить Подчеркивайте Свои плюсы Да Свои особенности Да И изначально Они очень дружелюбные Но когда был финал Вот это было что-то Что Эти вот Иголки подсорвали вам Ну толкали со сцены Они же массивные Да Прям Агрессивные В них очень мало Женственности Вот мне допустим Этот конкурс Ассоциируется Вот чтобы я не забыла Что я женщина Спинка прямо Как там ножку поставить Как ручку Потому что ты работаешь 24 часа в сутки На камеру Вот Улыбка Туда-сюда У них нет У них прям Такая Какая-то Я не знаю Звериная Такая Агрессия Агрессия Да И тем более Что я ищу белая А это для них А это для них тоже Да И как-то поднялся Такой вопрос Именно из-за того Что у меня цвет кожи Другой И в тот момент Когда объявили Что я победила То есть я до этого Уже начала чувствовать Что есть такая некая Накаляется атмосфера Накаляется атмосфера Я говорю Ко мне в номер Я говорю Если что Будем бежать Будем бежать Я говорю Правда море кругом Я говорю Мы на острове Я говорю Бежать некогда Но будем Да Слушайте Так эти конкурсы Это не просто Красота Как я думала Ну платье Шампанское Перья И все Это еще и Ну есть лечения Прям такие серьезные Есть страсти Ну меня часто спрашивают Про то что Что уж там За кулисами происходит Ну бывали ли Какие-то такие Каверзные ситуации Ну вот именно Какие не подпиливали Ну вот-вот Да Ну были разные ситуации Ну я видимо Человек такой Я со всеми Хорошо общалась Да То есть у меня не было Никаких там Подстав Или еще что-то Ну были девчонки Кому резали платье Да Были такие Даже платье Да Были такие Которые пытались Купить Какие-то места Да Предлагали Кто-то там Интернет голосование Покупает Вот Или в последний день Вот такая Агрессивное отношение Толкать Там как-то может Создать ситуацию Чтобы человек Получил какую-то травму Да Все Девушки Свой характер Показывают Именно вот Финальный день Кто 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 А потом Когда Уже У вас На голове Корона Они как-то Смиряются Поздравляли Хотя бы Или Надо Все-таки Убегать В аэропорт Нет Ну Все в порядке Поздравляли Да Да Но Все равно Эта вся Атмосфера Была Настолько Напряженная Что Мы даже Не остались За кулисами Там Ну как обычно Там бывают Впечатлениями Поделиться Поздравления Поздравления Какие-то Ну да Грубо говоря Схватили Корону Цветы И В номер Понятно Скажите Виктория Все ваши Титулы Звания Они Какую Цель Преследуют То есть Я хочу Как-то Так Вот Выяснить Это у вас Хобби Или Это Как-то Встроено В бизнес Или Это Вы Таким Образом Развлекаетесь Ну Кто-то На мотоцикле Гоняет На конкурсе Красоты Ездит Но изначально Я пошла На конкурс Чтобы выйти Из своей Зоны Комфорта Потому что Я вот По характеру Человек Я не люблю Соревнования С кем-то Соперничать Это вообще Не в моих Правилах У меня есть Своя Какая-то Цель Да И это Даже Вот Связано С рестораном Я не Рассматриваю Конкурентов У меня Есть Своя Цель Я Вижу Только То, что Мне надо Что там Кто, чего, как Это Их личные Проблемы Ну и Конкурс Да То есть Я Вышла из Зоны Комфорта Решила Узнать Что такое Сцена Что такое Комплименты Что такое Лесть Что такое Закулисье Да Ну вообще Вот В целом Ознакомиться С таким Видом Проекта Вот Я ознакомилась Подергала Себя За За нервы За нервы Да Первый Конкурс Я не получила Ни короны Ничего Это в 16 Году Было Вот Но я получила Титул Мисс Миллион И Прошла с этим Миллионом На работу И сказала Ребята Коллеги Первый миллион У нас в кармане Вот Они посмеялись Обрадовались Да Виктория Деньги на стол Я как-то решила Продолжить И Мне поступило Очень интересное Предложение Съездить Представить Латвию В Сингапур Я думаю Вот Мне Скоро У меня Скоро Юбилей Очень такая Хорошая Возможность Совместить Приятное С полезным Съездить В Сингапуре Не были до этого И вот Съездила В Сингапур Посмотрела На Сингапур Как на страну Как на город Вот И Получила Второе место Класс То есть Мало того Что я ознакомилась Второе участие Сразу второе место Да Мало того Что я ознакомилась С достопримечательностями Этого Этой страны Вот Так еще И корону Привезла Но так как У меня есть Две дочки О Подрастающее поколение Я приехала Я приехала с этой короной Старшая дочка Сразу корону К себе Младшая Говорит А мне Я думаю Так Пора маме Опять куда-то Собираться Да За следующей короной Да И поехала на Филиппины На Филиппинах Я получила Особенный титул Впервые в истории Этого конкурса В котором я участвовала Титул королевы То есть Такой неоспоримый титул Я поехала Как вот Посол Европы И вот Получила вот этот Особенный приз Корону И подарила Младшей дочке И тут значит Мы с подругами Собрались Отпраздновать И подруги говорят Виктория Это так нечестно Ты всем корону Раздала Себе Ничего не оставила Нам кажется Что тебе Надо еще раз съездить Так Закрепить успех Да Вот Ну и видите Как Видимо да Судьба так распорядилась Поехала И получила Первое место Это прекрасно После этого Я обязана задать вопрос Продолжать будете? Ой Вы знаете Ну Предложение Поступает Не скрою И очень много Но Я всегда говорю Я уже ветеран Я говорю Я уже прошла Этот этап Я говорю Я хочу что-то другое Что-то новое Вот И К сожалению Сейчас На данный момент Уже проходит Один конкурс В Москве Мисс Маландрич XXL Где я была выбрана В ассоциацию Честного жюри О Это Что за статус такой? Это такой интересный статус Очень важный для конкурса Поскольку В мире очень много конкурсов Нечестных Так скажем Да Где возможно купить места То Именно вот В этом конкурсе Они решили сделать Отдельную Такую То есть Это дополнительная Инстанция Правды Такая Получается? Да То есть В мои обязанности Входит контролировать Насколько Честно Насколько Ну Соответствует Действительность Голосования Звездного жюри Вот То есть Я должна быть Контролером Так сказать Чтобы все Происходило честно Чтобы достойная Девушка выиграла Чтобы не было Никаких Подкупов То есть Ну такая Очень интересная Детективная Я бы сказала Я бы сказала Что она такая Прям Знаете Тоже такая Довольно таки Авантюрная Потому что А вдруг Вам покажется Что вот Происходит подкуп Что ж Как-то Надо же реагировать Значит Аннулируется Все голосование При каком-то подозрении Тогда вы предлагаете А давайте-ка Ребята Мы еще раз будем Голосовать И проверять А то есть У меня тут Там есть масса вариантов Как это можно Все сделать Но сам факт Что я вышла На новый этап В своей жизни То есть Конкурсы Все уже У меня за спиной Я уже преодолела Такой Как я уже говорила Некий Барьер Вот Но то Что вы хотели От них получить Вы получили Как вам кажется Вы удовлетворены Вот этим вот Адреналином Самое главное Что я получу Да Я очень рада тому Что у меня есть опыт В этом плане Потому что Очень многие люди Ко мне обращаются Спрашивают совет Как себя вести Вот И Как что делать Какие наряды Ну Разные вопросы бывают Вот И У меня же много друзей По всему миру Теперь И мы общаемся До сих пор И Обмениваемся Подарками И Ну это замечательно И Я же ознакомилась Также Со многими Культурами Индия Казахстан Америка Германия Да То есть Ну каждая девочка Презентовала Свою Страну И это было Очень интересно Послушать Увидеть Скажите Виктория А как муж Отнесся Он вообще Не ревновал ли Нет Не запрещал ли Вот как-то У меня так все хорошо Я не знаю Прям людям Наверное Аж страшно Уже про мужа Говорить Сейчас скажет Что-то Она там Не договаривает Не был против Нет Он Он всегда За развитие Вот он Такой Правильный Мужчина Который Разрешает Женщине Развиваться Вот если Она хочет Вот Нет Он конечно Советы Дает Это без вопросов То есть есть Такие у нас Семейные Какие-то Планерочки Да На ломном месте Да Дискуссионный клуб Назовем Но я как-то До сегодняшнего дня Пока что Могу как-то Отстоять Свои какие-то Интересы И Он мне доверяет И верит И поддерживает И дочки у меня уже тоже Взрослеют И смотрят Уже другими глазами Более взрослыми То есть они тоже анализируют Чем мама занимается А вот скажите Виктория А если девочки скажут Ну вот изъявят желание Поучаствовать в каком-то конкурсе Я не против Мы уже подавали Несколько заявок И дочки также Любят фотографироваться Красивые фотографии Старшая у меня вообще Очень так Плотно инстаграмом Занялась Вот Я разрешаю Но это современные Современное поколение Ну Я как-то Не хочу особо Так прям Их ограничивать Я знаю Что многие родители Против телефонов Против интернета Но Время такое Трудно что-то запретить Потому что Общество навязывает Все равно Вот свои правила Как говорится Если не можем запретить Давайте это будем регулировать Да конечно Я не говорю о том Что я там пустилась На самочек Пусть она там как хочет Да Конечно Я как родитель Я контролирую Смотрю И Учу И говорю Что надо Что не надо Может не все надо Людям Да Показывать А кстати Не проявляют ли Барышни Интерес К вашему бизнесу То есть Я так понимаю К хобби Очень сильно проявляют Интерес К ресторанному бизнесу Ну у них пока Такие детские Желания Помочь маме Помыть посуду Там Ну там Я не знаю Ну такие какие-то Несерьезные Детские Но они же видят Они же понимают Что Вместе с красотой Которую мы видим Как гости Заходя в ресторан С этими прекрасными Там Мебель Вино Посуда Есть еще Та часть Которую Никому не видят Ну знаете Ну видят В этом плане Мне нравятся Итальянцы Вот они как-то Вот такие у них Есть семейные ценности И вот они Стараются их Сохранять И вот как-то Из поколения В поколение Передавать Свою Фирму Там Или какой-то Род деятельности Да И чему-то Научить детей Ну да Они видят Вот Но опять же Вот у них есть Своё какой-то Свой интерес Даже Совсем с другой Сферы Да Я не хочу им Навязывать Вот то что Им может быть Не по душе Да Они очень Активно Сейчас занимаются Коном спорта А То есть Вот они Решили Что Обе Да Вот они мечтают Построить Конюшни Чтобы у них были Лошади Да То есть У них свои мечты Я как бы Этому не препятствую Я говорю Мы конечно С папой Не можем Осуществить Я говорю Такую мечту Начать Всё это Воплощать В жизнь Я говорю Ну Ищите Принцев На белом коне Прекрасное Запутствие Почему бы и не Смотрите Мама принцессы И королева У них уже есть Папа Который поддерживает Дамскую Часть вашей семьи У них есть Но там и принцы Подтянутся Я думаю Что Всё прекрасно Это шутка Конечно И вместе с тем Я очень рада Виктория Что вы нашли Время К нам пришли Мы прекрасно С вами поговорили Ну Что я хочу сказать Удачи вам Самое главное Чтобы Всё происходило С радостью С улыбкой Чтобы Все бизнесы Они Сохранялись Я в свою очередь Хочу и вам Удачи пожелать Потому что Мне очень приятно Сотрудничать И мы уже не первый раз Сотрудничаем И Спасибо Нине От Дождёвой Да Которая написала Очень красивую статью И Да Прекрасный Действительно Всегда профессионально Берёт интервью И Что Дорогие радиослушатели Всем спасибо Хочу Сказать Ещё раз Журнал Уже в киоске Добро пожаловать Покупайте Журнал Люблю Где Вы можете Прочитать И про ресторан Филичта С хозяйкой Которой Мы только что Пообщались Прекрасной Виктории И Новые Рецепты И Ещё Одна Немаловажная Вещь Мы начали Подписную Компанию Все подробности В журнале Или на сайте ВВ Люблю ЛВ И Хочу вас Предупредить В августе Специальные цены Только в августе Можно Выписать Два Журнала И Люблю И Глянцевый Наш Люблю Лайф За 59 евро И Самое главное Получить Подарк Подарков У нас Много Разные Придёте В редакцию Мы всё Расскажем Покажем И До встречи На страницах Журнала Люблю Виктория Ещё раз Огромное Вам спасибо За встречу И вам Спасибо Всем удачи Берегите Своё здоровье Редактор субтитров Редактор субтитров